Еще несколько моментов, прежде чем начать, да, такие своеобразные договоренности на берегу, как я это называю. Первое. На моих занятиях на субботней школе, когда веду я, мы с тобой общаемся на ты, ты со мной на ты, между собой, как хотите. Это касается данной конкретно комнаты и личной переписки, если она когда-либо возникает. Для чего это необходимо? Я не буду тебя сейчас спрашивать, я просто тебе объясню. Такое обращение, оно ведет к тому, что информацию воспринимаешь именно ты. У нас с тобой получается диалог и не распыляется внимание на всех. Вот если ты принимаешь такую форму общения, вот в данном случае, тогда ставь, пожалуйста, четверочку. Если ты не принимаешь такую форму общения, тогда ты сам прекрасно понимаешь, да, что нужно делать. Мы никого не держим, никого не насилуем и никого ничего не заставляем. Спасибо, пошли четверочки. 38 участников, давай, нужно еще четверочки, все остальные как? Я, если не забуду, я буду иногда напоминать об этом в процессе, потому что у нас очень часто есть те, кто опаздывает, и очень сильно удивляются такому обращению. Хорошо, есть четверочки, замечательно, договорились. На моих занятиях я очень люблю, когда ты работаешь. Вот мне прям необходимо твое участие, потому что, когда человек просто слушает информацию, у него запоминается 10-15% той информации, которую он услышал. Когда человек, почему я всегда говорю, приготовили листик и ручку, да, те, кто приходят ко мне не первый раз, они уже готовят блокнот и работают с ними. Когда ты информацию слушаешь, при этом записываешь, у тебя откладывается процентов 30-40. И когда ты информацию слушаешь, записываешь и еще и принимаешь участие в обсуждении, в данном случае чаще всего наш диалог строится на фоне поставки какую-то, такую-то циферку. Я иногда спрашиваю твои мысли, и я хочу их услышать. Вот когда ты участвуешь в этом всем, да, слушаешь, записываешь и участвуешь, запоминается 70-80% информации. Просто понимаешь, что это необходимо. И если ты увидел, что кто-то уже ответил твоими словами, да, если я попросила ответ у тебя, и кто-то ответил твоими словами, не переживай, все равно пиши, повторяйся, почему твой голос важен и нужен, и его необходимо выражать. Поэтому я очень люблю, когда ты участвуешь вообще на занятиях, когда ты активно, да, понимаешь, активное участие. Ты же приходишь для того, чтобы чему-то научиться, да, подчеркнуть какую-то информацию, а не просто послушать. Тем более сегодня суббота, 12 часов, у кого-то больше, у кого-то может быть меньше. Ты нашел время в свой выходной день прийти на обучение, и давай тогда будем работать. Хорошо. Давай тогда, если готов работать, ставим восьмерочку. Ну, давай теперь перейдем к знакомству. Меня зовут Виктория Поварницкая. Я партнер компании Redex, тренер, и по совместительству мама замечательной полуторагодовалой дочки. Я живу в городе Днепр, это на Украине. Ну, наверное, пока на данный момент времени все. Да, такая вот основная информация. Я очень хочу узнать географию всех, кто сегодня присутствует, поэтому напиши мне, пожалуйста, откуда ты. Саратов. Краснодар. Качканар. Извините, если неправильно прочитала. Сахалин, Пермь, Москва, Новокузнецк, Москва, шикарно. Это не читаем, а графт. Сургут, Хакасия, Абакар. Как интересно. Барнаул, Казахстан, Ханкин, Мансийский округ, Хабаровск, Калбукурган, Минск, Каврополь, Катарстан, шикарно. Воркута, Москва. Ну, прекрасно. География у нас обширная. И что не может не радовать, да, она с каждым днем еще больше расширяется и расширяется. Я знаю, что у нас уже есть партнеры. У нас даже есть партнеры уже из-за океана, прям. И Америка даже где-то уже есть. Так что растет. Ну, хорошо. Сегодняшнее наше занятие. И как ты уже знаешь из анонса, да, и знаешь из расписания, если ты в нем бываешь и проверяешь, да, что происходит. Наша сегодняшняя тема называется видеоприглашение. Но, в принципе, все, что я сегодня буду говорить, можно использовать вообще для съемки любого видеоролика. Если брать, по сути, то любой видеоролик является видеоприглашением, да. Человек заходит, он увидел, и ему либо понравилось, либо не понравилось. Если понравилось, то он совершает какие-то действия. Если не понравилось, то, соответственно, не будет никакого результата. Поэтому любой видеоролик можно назвать видеоприглашением. Я не беру конкретное видеоприглашение, да, когда человек садится там перед камерой и там рассказывает, там, меня зовут так-то, так-то, я там приглашаю вас туда-то, туда-то, то-то, то-то, то-то. Не берем это. Мы берем общую структуру. О, подожди, я забыла. Я уже привыкла, что в старой комнате уже такой в костях сформировался. Да, Олеся, согласна. Так, давай так. Поставь, пожалуйста, единичку, если ты сегодня первый раз вообще на школе. Вот именно школа Redex, субботняя школа, которую веду я. Если ты сегодня первый раз. Поставь, пожалуйста, нолик, если ты вообще первый раз в Redex и попал сюда, потому что тебя пригласили. Есть такие у нас? Так, ну, совсем у нас тех, кто не из Redex, нету. Хорошо. Будем понимать, да, на каком уровне я могу с тобой общаться. Да, супер. Очень много единичек. Мне это очень нравится. Это говорит о том, что мы растем, развиваемся, да, и учимся. Да, тема актуальная. И последнее время, вот сколько я нахожу информации по этому поводу, много лидеров, да, говорит о том, что снимай, 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 снимай видео, будь узнаваем, там, делай свой бренд и тому подобное. Но возникает масса вопросов у людей, особенно если я никогда этого не делал. Таким образом это самое видео можно снять. Сейчас можешь записать. Если брать с точки зрения технических характеристик, что тебе необходимо? Почему многих... Вот давай так. По твоему мнению, что стопорит людей, снимать видео? Вот, ну, может быть, тебя снимать, может, что-то тебе не хватает, либо чего-то у тебя нет. Вот что может стопорить? Для того, чтобы не снимать видео. Выбор темы. Супер. Кого еще? Вот смотри, сейчас смотрю в чат, не в камеру. Чтобы ты понимал, что я-то с тобой, но просто мне читать надо. Так, не знаю, как это делать. Стеснение. Что именно говорить? Учиться. Вот учиться чему конкретно этому. Вот что мешает? Вот что? Низкая самооценка. Я, по-моему, знаю, кто это написал. Своим голосом низкая самооценка – это просто пощупка. Никогда этого не делал. Ну, это шикарные моменты. Давай так, смотри. Какие технические моменты могут стопорить съемку видео? Как ты думаешь? Какие технические моменты могут стопорить? Сейчас это ты проговорил по поводу таких больше внутренних каких-то переживаний и тому подобное. А именно технические программы. Давай, что еще может быть? Да. Ну, смотрю, все уже, зная, да, о том, что надо снимать видео, закупили оборудование, там, свет правильный, там, микрофоны, загрузка. Вот один из моментов, с которым я столкнулась, мне задавали вопрос о том, как начинать снимать видео, и человек мне начинает выдавать. Ну, я просто обалдела от этой информации и понимаю, что так можно реально никогда не начать. Ну, что мне начали говорить. Я когда разбиралась в этой теме, да, что мне необходимо, вот лично мне, для того, чтобы начать записывать видео. И позвонила знакомому, который профессионально этим занимается, и он мне выдал информацию. Я вот с такими квадратными глазами уехала домой. И думаю, наверное, я никогда не смогу снимать видео, потому что у меня нет освещения, вот эти софиты, которые там. У меня нет, у меня нет там камеры специальной, у меня есть только веб-камера, у меня есть мобильный телефон, у меня нет там вот этого места, где это делать. Ну, короче, понимаешь, вот такие технические моменты, вот такие технические моменты очень сильно могут стопорить. Вот сейчас мы с тобой развеем этот миф, скажем так, да, и после этого развеяния этого мифа перейдем к основным ошибкам. Я всегда захожу с другой стороны, я никогда не говорю, что надо делать, я всегда разбираю такую большую общую информацию, да. Иногда делаем так, чего не надо делать. Вот сегодня мы пойдем с этой стороны, либо чего не хватает, видео, чтобы оно было полноценно. Итак, технические характеристики. Это собирательный образ, да, я собирала его там у разных блогеров, пересмотрела массу, пересмотрела массу и видео, перечитала массу информации по этому поводу и пришла к выводу о том, что снимать видео, если ты начинающий вообще, ну, сетевик начинающий, просто в интернете вот тебе пристичило, да, ничего не мешает. Берем только техническую сторону. Я сейчас не беру сторону, да, внутренних переживаний и тому подобное. Это вещь очень классная, с ней мы тоже поработаем. Сейчас мы берем техническую сторону. Поэтому понимай, если у тебя есть мобильный телефон, если у тебя есть веб-камера, ну, тут, конечно, да, тут необходимо, чтобы веб-камера была, ну, качественная, как понимаю, да, потому что качество видео тоже имеет значение. Еще тебе необходимо иметь микрофон. Что значит? Тебе не обязательно сейчас покупать там микрофон в петличку профессиональную. Ты можешь взять обычные наушники от своего мобильного телефона, гарнитуру, да, в которой есть микрофон. И когда ты записываешь, у тебя микрофон должен быть рядом. Особенно это касается момента, если ты записываешь на улице. Вот смотри, я сейчас записываю, да, с тобой общаюсь, ты меня слышишь хорошо. У меня микрофон на моей веб-камере. У меня хорошая камера, у меня хороший микрофон на ней. Но, когда я записываю конкретно видео, там, озвучиваю, да, у меня еще нет видео с лицом, потому что я никак не доберусь, видишь, даже у меня есть куча отмазок, никак не доберусь их от, как это, смонтировать там, чтобы выложить. Но у меня есть видео мои, которые я записывала, там, озвучивала. Вот когда я озвучиваю, я всегда подключаю микрофон. Для чего это необходимо? Чтобы тебя было слышно четко и конкретно. Это важно, потому что человек воспринимает тебя как образ, и твой образ – это то, как ты выглядишь, и то, как ты звучишь. Поэтому, если звук у тебя шипит, прерывается или что-то еще, понимаешь, что процент заинтересованности в тебе, как в человеке, как в бренде, будет низким. Особенно это касается, если ты планируешь снимать видео на улице. Если человек переживает, что у него там дома плохой фон, но не может он найти такой фон, который его бы удовлетворил, он уходит на улицу. Это правильно, потому что на улице есть прекрасное освещение, да, и дает свои результаты. Находишь там тихое место, где нет людей, со спокойной дышей себе снимаешь. Тогда в любом случае у тебя должен быть микрофон. Наушник вставил в ушко, прицепил, и все, ты говоришь, тебя прекрасно слышно. По поводу смонтировать чуть попозже, окей? Сейчас мы по-другому. По поводу микрофона, понятно? Если понятно, ставь плюсик. Понимаешь, что если у тебя нет микрофона, да, там, наушников, купи себе гарнитуру, поставь себе плюсик, что тебе это необходимо. Вот смотри, я думаю, у тебя точно не возникает момента понимания того, что видео снимать необходимо, да? Об этом сейчас говорят много, говорят о бренде, себя как бренда, говорят о том, что тебя должны видеть, тебя должны узнавать, на тебя должны... Нет, микрофона в телефоне недостаточно. Особенно если, смотри, если ты снимаешь дома в тишине, да, тишина, покои, то есть тебя никто не отвлекает, то можно, его хватит. Лучше приобрести микрофончик, чтобы у тебя был микрофон всегда прям тут, вот так вот. На первое время, понятно, если у тебя нет возможности, да, например, там, купить что-то, приобрести, такое тоже бывает. Мы сейчас не говорим о том, что мы там все пришли, мы уже все заработали и тому подобное. Мы там учимся, развиваемся, и, ну, это нормально. Поэтому если сейчас у тебя нет такой возможности, да, достаточно будет и того, что у тебя есть из гаджетов. Нет хорошего телефона, попроси у друга, пускай друг тебя снимет. Но понимаешь, что это нужно сделать. Так, все, не отвлекай больше. Микрофон – это такая мелочь, которую, ну, понимай просто, либо да, либо нет. Все. Сейчас. Секунду. А вот тут нет, вот поставлю. Вот это в слайде. Так, микрофон сбилось. По техническим еще характеристикам. Если ты снимаешь на мобильный телефон первый раз, пожалуйста, придумай себе штатив, придумай себе, каким образом его зафиксировать. Потому что если это видеокамера, да, ты ее поставил, она у тебя стоит и, ну, и она не шевелится. Да, если ты снимаешь себя там, как-то там снимаешь, то понимай о том, что и видео у тебя начнет жить в своей жизни. Поэтому понимай, что телефон необходимо каким-то образом зафиксировать. Тебе не обязательно сразу покупать штатив. Да, и продаются штативы, стоят они не так дорого. Но это нет необходимости. Можно взять две книжки между ними, поставил телефон, да, включил, отошел, снял видео, выключил. Потом уже монтируешь. Понимаешь, о чем речь? Если понимаешь, ставь плюсик. Асия, появился звук? Вот хочу от нее конкретно услышать. Вот, потому что, по-моему, в прошлый раз была проблема со звуком. Молодцы. Так, еще по техническим моментам. Последний, по-моему, такой, который необходимо понимать и учитывать, да, это освещение. Вот если ты... Да, вот освещение. Если ты сейчас посмотришь на мой фон, да, то я сижу неправильно. У меня за спиной окно. У меня такая штора, что она не пропускает сильно свет. По правилам, да, по правилам. Мне бы нужно сидеть наоборот. То есть открыть окошко, и чтобы солнечный свет вился сквозь окно и падал на меня. И тогда это будет, ну, как бы правильно, да, ты будешь красивее выглядеть и все остальное. Но в силу того, что я выбрала такой ракурс, то, как у меня расположен компьютер, и еще куча бла-бла-бла отмазок, которые я тебе могу сказать, на данный момент времени я снимаю видео там. Ну, понимай, что если у тебя, например, не солнечная сторона или что-то еще, найди обычную лампу, настольную. Вот знаешь, как допросы ведут с пристрастием, да, поставил лампу и в лицо светит. Вот если у тебя нет там возможности, вот все, что написала Олеся, да, выставить свет, понятное дело, что в идеале это себе сделать зону там с... Да, 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 все верно. Если у тебя нет возможности там вот эту зону себе оформить, софиты поставить, камеру настоящую там с этим, с которой плацаешь, она там начинает снимать, возьми обычную лампочку, вставь в нее лампу дневного света, у тебя шикарное освещение. Все. Этого достаточно для начала. Нету этого, прекрасно открыл окно, встал напротив окна, чтобы на тебя светило, посмотрел, чтобы сзади у тебя там все было более или менее прилично, и все, и пошел снимать. Это то, что было по технике. По свету, по технике понятно, если понятно, ставим пусик и двигаемся дальше. Это мы сейчас с тобой убрали моменты, что я не могу снимать, потому что у меня нету камеры, у меня нету там микрофона, у меня нет света и тому подобное. Фона и всего с того. Все, эту вот маску мы с тобой убрали. Теперь можно снимать, что называется. Теперь мы с тобой разберем конкретику, да, основные, ну, скажем так, ошибки, пускай, можно назвать их ошибками, при съемке видео. Вот любое видеоприветствие, видеоприглашение, есть у него свои критерии, вполне определенные критерии, с которыми необходимо считаться. И вот сегодня мы разберем. Я их сформировала примерно в 7 штук, и этого достаточно, особенно если ты человек начинающий. Итак, первое. В начале видео нет представлений. Если ты на Ютубе попадал на такие видео, то ты понимаешь, да, что когда ты включаешь видео, и человек не соизволил, скажем так, представиться, если он, особенно если он снимает себя, да, свое лицо, и не представляется, то как минимум это странно, как максимум это неприятно. Даже когда человек просто снимает, делает видео с экрана, да, захват экрана, снимает, что-то показывает, всегда представляйся. И заметь, этот момент, этот момент представления, это еще момент формирования бренда. Когда ты записываешь видео, например, с экрана, без разницы, или монтируешь видео, то ты представляешься, да, здравствуйте, да, сегодня с вами на связи, вот я, как я говорю, да, с вами на связи Виктория Поварницкая. Этого достаточно для того, чтобы у человека сформировалась четкая взаимосвязь твоего голоса и твоего имени. И человек уже будет сразу срабатывать у него, ой, я это где-то когда-то слышала, поэтому обязательно себе поставь. В начале видео любого, которое ты выкладываешь, своего, ну, понятное дело, да, своего видео, тебе необходимо представиться. Это не значит, что тебе надо рассказать всю свою поднагодную, да, достаточно, вполне достаточно того, что там, как я сегодня представилась, «Здравствуйте, я тот-то, тот-то, тот-то человек». Если ты делаешь видео-визитку, то, конечно, ты рассказываешь о себе более углубленно, потому что видео-визитка – это видео-визитка. Здесь это конкретно о тебе, это не приглашение куда-то, это для того, чтобы человек мог с тобой познакомиться сразу, не, ну, как бы, минуя момент общения там в переписке, да, он посмотрел видео-визитку, он уже примерно понял кто-то. Понимаешь, по поводу видео-представления? Ставь единичку. Если нет, ставь минус, будем разбирать чуть больше. Вот если понимаешь, да, для чего это надо, ставь единичку. Если нет, то ставь минус, мы с удовольствием разберем чуть больше. Теперь. А чего еще единичек? 57 участников. Давай. Окей, хорошо. Следующее. Нет краткого анонса. То вот, даже то, как ты можешь взять это за основу ведения вебинаров. Если ты ведешь для команды вебинары, да, ты это же можешь брать не только для съемки видео, но и для проведения вебинаров. Краткий анонс о том, что будет в этом видео. Да. Как мы сегодня? Мы с тобой познакомились. Я представилась и сказала тебе, о чем мы сегодня будем снимать. Ну, а говорить. О чем мы сегодня будем снимать? О чем мы будем говорить? Потому что, смотри, у тебя есть всего несколько секунд для того, чтобы заинтересовать зрителя. Вот, всегда перекладывая на себя, ты когда заходишь на YouTube, выбираешь видео по тематике, да, то ты его включаешь, ты по первым секундам уже понимаешь, будет ли тебе интересно, да, то, как человек говорит, как он представился или не представился. Это происходит на подсознательном уровне представления, и разбор человека, нравится ли тебе, что и как он говорит, тоже момент важный. Поэтому, понимаешь, что у тебя есть всего лишь несколько секунд, чтобы заинтересовать человека. Поэтому ты быстро представляешься и кратко говоришь о том, о чем это видео. Да. Вот. Понимаешь, о чем речь? Ставь двоечку. Мне интересно. Для чего это надо? Угу. Я думаю, это все прописные истины, их так вот прям разжевывать не надо. Ты человек взрослый, адекватный, и будет, а что, остальным непонятно? Поставили двоечки только 2, 4, 6, 7 человек, а нас 58. Помнишь, в самом начале я говорила по поводу того, что... Угу, мне надо активность. Давай, давай. Я понимаю, что выходной день. Угу. Молодцы. Угу. 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 Еще момент, для чего необходим краткий анонс. Иногда такое бывает, да, что человек попадает на твое видео, и... Ну, это не то, что ему необходимо. Да? Если ты не предоставил ему краткий анонс в самом начале, то ему приходится твое видео смотреть, чтобы понимать, да, ну, нужно ли оно ему, не нужно, и... Как вариант может быть разочарование у человека. А так ты дал человеку краткий анонс, он сразу увидел, что это не то, что ему необходимо, ты не заставил его ждать, он не чувствует себя обманутым, и, как вариант, он может остаться, если это YouTube, то он может остаться на твоем YouTube-канале, потому что ему может понравиться твой подход к делу. Да? Угу. Хорошо. Третье. Нет ценности в видео. Когда мы приходим на YouTube, maybe TV, YouTube, без разницы, и ищем какое-то видео, мы хотим получить ценность. Вот это основа, да, вот ценность – это основа. В этом видео есть либо решение какого-то вопроса, либо какая-то рекомендация, либо какие-то эмоции, либо это, ну, конкретные там шаги действия, да. Вот это главная цель каждого человека, который приходит там на YouTube или где-то и смотрит видео. Если ты сделал начало видео привлекательным, по всем правилам, там, поздоровался, сделал анонс, но при этом в итоге не дал человеку то, что он ожидает, ну, понимай, да, ты потерял свое аудиторию. Потому что довольный фанат – это человек, который тебя раскрутит, вот скажем так, да, это твой будущий партнер, это как лид, да, вот лиды, там, привлечение лидов. Это вот твое… Короче, я думаю, ты понимаешь, что я заостряю. Люди будут делиться видео, рекламировать тебя только в том случае, если ты им даешь большую ценность. Это важный момент. Понимай, что если ты планировал снять видео… А ну, давай какую-нибудь тему. Кто первый напишет мне тему какую-нибудь? Вот любую. Давай. Питкоин. Прекрасно. Ты планируешь снять видео на тему биткоина. И ты там себе намерешь кучу информации, кучу всего. Включил камеру, начинаешь записывать. Здравствуйте, меня зовут Акта-такта. Идет краткий анонс. Сегодня мы поговорим о биткоине. Что такое биткоин, там, ла-ла-ла, его ценность. И потом после этого переходишь на пространные размышления, на тему того, как космические корабли бороздили просторы космоса. Иногда вспоминая о том, что есть такая вот валюта биткоин. Или начинаешь, вместо того, чтобы конкретно рассказывать о биткоине, вот как, например, у нас в презентации проводят наши спикеры, ты начинаешь рассказывать о криптовалюте в целом. Рассказывать, что есть еще разные криптовалюты. Вот понимаешь, да, человек ценность уже потерял. Поэтому, если ты выбираешь говорить о биткоине, то ты говоришь о биткоине. Ты говоришь о том, откуда он взялся. Ты говоришь о его росте курса. О том, что он там в 2010 году был там 3 доллара, да, сейчас он там 2000 долларов. Ну, вот и тому подобное. Информацию ты понимаешь о чем. Если ты выбираешь тему, то ты готовишься на эту тему. Не распыляешь внимание. Момент по поводу тем, кто-то писал, да, по поводу тем. Вот просто. Все, что в голову приходит, на любую тему можно снимать видео. Ну, есть несколько таких вот моментчиков. Мы их потом, если успеем, то мы их обсудим. Поэтому по поводу ценности видео тебе понятно? Если понятно, ставь троечку. И еще момент по поводу ценности видео, да, по поводу... Есть огромнейшая ошибка, которую совершают на ютубе, да. Раскрутить видео на ютубе, в принципе, легко, насколько я знаю. Да, есть там... Можно заплатить, и там тебе кучу накрутят лайков и всего остального. Но наша задача, когда мы учимся снимать видео, и вообще мы когда снимаем видео... Задача какая? Кто мне скажет? Какая задача? Давай свои мысли. А то я смотрю, я тебе заговорила, а ты уже, наверное, засыпать начинаешь. Поэтому давай, какие мысли? Значит, задача, для чего мы снимаем видео? Привлечь заинтересовать. Запомниться. Давай, давай, давай. Просыпаемся. Рассказать о себе. Привлечь партнеров. Молодцы. Давай, давай, давай. 58 участников. Противорить свое имя. Абсолютно верно. Противорить себя, показать. Молодцы. Вот все, что ты пишешь. Для чего это необходимо? Для чего мы это делаем? Вот. Набрать партнеров. Давать ценности. Понятно. Ради чего? Давай так, я задам вопрос по-другому. Ради чего ты это будешь делать все? Вот, ну. Пойди честно, но для себя. Для чего ты это делаешь? Раскрутка бизнеса. Абсолютно верно. Ты это все делаешь для того, чтобы к тебе пришли люди, которые в итоге, в итоге будут твоими партнерами. Смысл тебе? Не, ну если ты себе ставишь целью, там, стать блогером, да, или, ну, или просто вот такая вот моя прихоть, да, хочу снимать видео, выкладывать в интернет. Просто вот хочется мне так. Такое тоже может быть. Но в данном конкретном случае мы работаем в рейдерах, да, и наша задача развивать свою структуру, привлекать людей. Поэтому понимай, что если ты не даешь ценности, то привлечение вот этого сообщества людей, да, которые на тебя подписываются, это задача иного уровня. Получить, накрутить просмотры, да, это легко. А вот задержать людей у себя, потому что вот эти люди, которые подписались, если ты им даешь максимально качественно, интересно подаешь себя, они в итоге потом придут к тебе. Потому что под каждым видео на ютубе, на уроке трафика я об этом говорила, под каждым видео на ютубе обязательно даешь свои контакты. Не давай свою реферальную ссылку. Можешь давать свою реферальную ссылку, если хочешь, но лучше не давать. Давай сразу свои контакты. Контакт, фейсбук, все-все-все, где тебя можно найти. Скайп и тому подобное. Чтобы человек, даже если он сейчас просто, вот ему понравилось твое видео, он подписался. И он каждый раз заходит, и у него запоминается вот это. Потом он раз, а что ж там такое интересное, откуда оно такое интересное все берется? Дай-ка я посмотрю. И он потом может перейти к тебе и остаться на тебе, чтобы люди понимали, да, 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 да. Вот понимаете, ребят, чтобы люди узнали о компанию, которую ты представляешь, и пиар. Так, мы все делаем ради себя. Не будь в иллюзиях. Я всегда об этом говорю, на каждом, наверное, на своем занятии. Может, не на каждом, но через занятия я говорю об этом. Не будь в иллюзиях. Ты все делаешь ради себя. И людей ты привлекаешь для того, чтобы у тебя, у тебя были результаты. Это не снобизм, это не эгоизм, это нормально. Ну, это нормально. Поэтому понимай, что если ты снимаешь видео, выкладываешь его в интернет, то как минимум, как минимум, ты хочешь, чтобы люди пришли на тебя, да, и потом остались у тебя. Ты же не хочешь, чтобы люди пришли на тебя, а потом раз и ушли в компанию. Ну, классно, конечно, спасибо, ты молодец, ты там раскрутился, да, но человек подключился не под тебя, подключился под кого-то другого. Вот понимай, кстати, по поводу того, что обязательно себе поставь где-то галочку о том, что все дороги должны вести к тебе, да. Если это на Ютубе, то обязательно должны быть твои контакты. Потому что человек увидел, ему понравилось, что ты говоришь, о чем ты говоришь. Он не нашел, как с тобой связаться сразу же, за редким исключением. Вот такие, как я, сумасшедшие люди, которые могут потратить несколько часов для того, чтобы по фамилии, имя найти человека в социальных сетях. Это редкость. Поэтому понимаешь, что человеку надо все упрощать. Он открыл, нажал, перешел, вот ты, он с тобой связался. Так, это мы говорили по поводу ценности. Заговорились по поводу ценности. Давай еще раз повтори мне, пожалуйста, троечку, если понимаешь, о чем речь. Как делать интересные видео? Это вопрос. На любой вопрос, как, я могу ответить очень просто. Вот как делать? Просто берешь и делаешь, да. Взяла телефон, прописала себе текст, если ты там в первые разы это делаешь, да, например. Или взяла камеру, если она у тебя с функцией записывания. Написала себе текст, выучила текст, чтобы ты не читала его на камеру. Текст должен быть для тебя интересен. Если он интересен для тебя, то он будет интересен людям. Взяла, сняла, отредактировала по максимуму, насколько ты это умеешь делать, да, и выложила все. Ну, не знаю, как, вот так. Так, ладно, следующее, четвертое. Нет подведения итогов. Заключение. Ты дал человеку шикарный контент. Контент – это объем информации, которую ты говоришь. Но в конце видео не подбил итоги. Чаще всего люди склонны забывать большую часть информации. Вот почему я тебе говорю, да, бери всегда с собой рейстик и ручку, записывай, участвуй. Потому что во время просмотра у человека часть информации просто уходит. Это относится не только к просмотру видео, это относится ко всему. Либо ты сидишь на тренинге где-то, ну, вживую, да, общаешься с человеком. Часть информации у тебя просто уйдет. Поэтому человеку необходимо несколько раз увидеть, услышать, прочитать, может быть, да. И понимать, что большая часть людей, которые сидят на Ютубе – это визуалы. Если, я думаю, ты слышал по поводу градации, да, визуалы, аудиалы, кинестеты. Вот большая часть людей – это визуалы. Понятное дело, потому что это визуальная картинка. Поэтому кратко повторить в конце, да, вот такое резюме составить того контента, который ты давал, будет не лишним. Вот ты рассказывал, рассказывал, как я сегодня, да, вот эти рассказываю, 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 а потом… Ну что, так давай подведем итог. Да, для того, чтобы снимать хорошее видео, надо то-то, то-то, то-то. Это то, что если я теперь не забуду, скажу в конце. Понимаешь, о чем речь? Если понимаешь, ставь, что? Что надо ставить? Четверочку. Молодец, Надежда. Давай, если понимаешь по поводу подведения итогов, ставь четверочку. Я думаю, здесь нет ничего такого сверхсекретного и сверх такого непонятного. Угу, хорошо. Следующее, пятое. Нет рекомендаций. Что это значит? Дать информацию недостаточно человеку. Ты сам прекрасно это понимаешь. И, я думаю, замечал неоднократно, как на Ютубе или вот просто в сети выкладывают видео, да, и потом там просят. Напиши что-то в комментариях или поставь лайк, или там подпишись на канал. Это называется рекомендацией. Очень грубая ошибка – это не сказать, что делать с той информацией, которую ты даешь. Как минимум, сегодня моя рекомендация тебе, да, если ты еще не начинал снимать видео, не понимал, что это необходимо, но не делал этого, да, твоя задача – это снять первое видео, не выкладывая его в интернет. Просто снять первое видео для себя, потом посмотреть его и тому подобное. Вот это называется рекомендация. То есть ты человеку даешь некое задание, что ему необходимо делать с той информацией, которую ты даешь. Причем, опять же, не имеет значения, о чем ты говоришь. Говоришь ли ты о биткоине, вот как мы сегодня, да, разбирали пример. Если ты говоришь о биткоине, то ты просто в конце человеку, да, мы подводим итог. Биткоин там, криптовалюта, там, высокодоходная и тому подобное. И как рекомендация, да, после заключения, как рекомендация. Как ты думаешь, что тебе необходимо делать? Конечно же, нужно сейчас приобрести хотя бы один биткоин. Ты представляешь, там, через 10 лет это, там, положить его и забыть. Через 10 лет этот биткоин станет, там, принесет тебе миллион долларов. Ну, вот как минимум, да. Если это видеоприглашение в бизнес, то ты человеку говоришь о том, что там. Перейди по ссылочке, Канка, добавься ко мне в друзья, я тебе расскажу больше информации. Рекомендации. Что необходимо делать? Конкретно. То есть, если это бизнес, ты точно так же говоришь конкретно, что человеку делать. Понимаешь, о чем речь? Пятерочка. Нет призыва к действию. Шестое. Это, в принципе, оно созвучно с рекомендацией. Но если рекомендация – это больше момент, связанный с тем контентом, который ты говоришь, да, то есть конкретика. Купить биткоин, там, снять видео, или это если мы, там, говорим по поводу цели, то, там, помечтай поставь цели. То призыв к действию – это конкретный момент, да, это вот конкретный момент. Если ты делаешь видео приглашение, например, там, на какой-то вебинар, то ты обязательно человеку говоришь, что под видео есть ссылочка, пройди по ней, зарегистрируйся. Поставь мне лайк прямо сейчас. Вот то, что касается конкретного момента, вот конкретного момента, ну, лайки, репосты и тому подобное, ты сам прекрасно понимаешь, да? Понятно? Если да, шестерка. Ну, я думаю, здесь нет такого надобности это раскрывать. Седьмое. Нет анонса других видео. Это такая, скажем, последняя, да, ошибка, которую нужно совершить. Она, ну, как бы, не относится, да, к процессу съемки, но имеет место быть. Почему? Если ты, например, не умеешь еще монтировать видео, да, там, вставлять анонсы, вот, как там, в конце и тому подобное, то хотя бы на словах ты можешь говорить о том, какое видео будет следующее. Хороший пример, я думаю, многие знают, смотрели видео, не знаю, сейчас будет пиар, ну, так получается. Это просто последнее, что я вот только-только посмотрела, да, вот, последнее видео, это было видео Евгения Чеплыгина, одного из наших лидеров. И вот он в конце говорит о том, что, да, вот, если это видео там наберет столько-то, можешь себе, кстати, это записать прям дословно и использовать, потому что это шаблон, да. Если это видео наберет столько-то лайков, то мы, там, или я сниму видео на такую-то тему. Вот у тебя уже получился анонс на следующее видео. И человек уже понимает, ага, вот, интересно, надо посмотреть, есть ли там столько лайков, там, или, может быть, надо добавить. И потом заходит и смотрит, сняли ли такое видео. Ну, те, кто есть пока лучше, те, кто уже более профессионально там разбирается в том же Ютубе, да, они ставят анонсами вот такие вот иконочки, следующее видео будет такое-то. То есть дай возможность человеку задерживаться, да, на твоем канале. Не так, что он зашел, посмотрел одно твое видео, которое его интересовало в тот данный момент времени, да, вот, ну, ту информацию, которая ему необходима была. А будь для человека полезным. Ты можешь рассказать, там, о своих плагах съемки, там, два-три видео, потому что тематика, может быть, у этих видео принципиально разная, да, и человек будет понимать, ага, здесь может быть интересно, дай-ка я подпишусь, и все. Человек остается у тебя, и это твоя такая сырая, холодный рынок. Понимаешь, о чем речь? Если понимаешь, ставь семерочку. Хорошо, давай подведем итог по ошибкам, да, вот, таким образом выглядит структура. Структура видео любого. Вот ты вот эту информацию можешь применять к абсолютно любому видео. То ли это видео связано с бизнесом, то ли это видео связано просто с семьей. Не, ну, понятное дело, ты можешь снять видео, там, как я провожу выходные. Вот таких видео просто, у меня ребенок просто сейчас познакомился с планшетом, познакомился с Ютубом, понимаешь, да, ребенку полтора года, поэтому у нас мы смотрим много всего и часто, и я уже много насмотрелась видео о том, как там детки катаются на машинках и тому подобное, очень интересно. Понимай, да, то, какой результат ты хочешь. Давай сейчас подведем итоги. Структура. Первое. Необходимо, чтобы было приветствие и брендинг. Брендинг это имеется в виду, то есть себя. Ты себя позиционируешь, ты себя показываешь, человек должен тебя запоминать. Второе. Сказать, о чем видео. Амонс краткий, о чем ты сегодня будешь с людьми разговаривать. Дать ценность, то есть решение конкретной задачи, которая интересует человека в данный момент времени, да, без разницы. То ли это эмоция, может, тебе захотелось там что-то легенькое, веселенькое снять, чтобы люди не думали, что ты там ханжа только в бизнесе, да, что ты можешь быть радным. Даешь ценность человеку. Подведение итогов, заключение. Вот то, что мы сейчас с тобой делаем. Рекомендация. Что дальше делать с полученной информацией? Вот той конкретной информацией большой, которая есть. Призыв к действию. Зарегистрироваться, скачать, прочитать, добавиться, поставить лайк, репост, и тому подобное. И правильная концовка видео. Концовка имеется в виду, о чем будет следующее видео, либо если ты уже умеешь приклеивать другие кусочки видео, то ты можешь это сделать. Понимаешь, о чем речь? Давай, если понимаешь, ставь десяточку. Вот если ты всю структуру понимаешь. Десяточки есть? А пей, поставь, пожалуйста. Давай придумаем. Поставь, пожалуйста, звездочку, если эта информация тебе была сегодня полезна. Мы еще не заканчиваем, мне просто интересно. Да, бывает такое, что человек приходит, ожидая вполне конкретных каких-то, ну, свои строят ожидания, да, но не получает. Такое тоже может быть. Мы разные люди и действуем по разным схемам. Так, по поводу видео. Теперь основные моменты, да. Давай так. Какую сторону хочешь сейчас разобрать? Больше техническую еще базу или разобраться в себе по поводу съемки видео? Рекомендации именно конкретно по съемке себя. Давай, какую сторону? Себя. Угу. 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 Технику. Хорошо. Смотри. Мне просто интересно, что ты подразумевала под словом техника, да, потому что я вот подразумевала под словом техника. Один из моментов. Не стоит, если ты еще не научился, не пробовал, не делал, скажем так, не стоит снимать видео спонтанно. О чем это говорит? Это так же самое, как ведение блога. О блоге мы с тобой поговорим в июне месяце. Есть, будет у нас одна из тем школы. Это бизнес-блог. То есть каким образом его создавать, чем наполнять, кому-то будет. Вот видео, это примерно тот же самый бизнес-блог, только в видеоформате, да. Поэтому сделай, состав себе список. Это как раз момент по поводу того, что кто-то там спрашивал по поводу тем. Состав себе список. Можно записать. Того, о чем ты хотел бы снять видео. Тем безумное количество. Вот не понимаешь, о чем, не понимаешь, о чем вообще можно, да, снимать видео, если совсем туго с этим. Выйди в интернет, поищи там самые интересные темы для съемки видео. Например. В принципе, у тебя сейчас точно, как минимум, штук 10 видео ты можешь снять. Первое там видео ты можешь снять. Обзор своего, обзор кабинета в RedEx, да. Там, следующее видео, там, как зайти в вебинарную комнату. Ну, как вариант. Вот я тебе даже сейчас накидываю такие варианты, с чего можно начинать. Вообще, с чего можно начинать, да. Потом ты можешь снять видео, там, рассуждения на тему. Тему выбираешь сам. Сейчас очень актуально рост курса биткоина. Пожалуйста. Можешь пойти круче подготовить себе тему там, конкретно, которая дает людям полезность. Обучающую какую-то, да. Выбери себе любую тему, там, постановка цели, там, как правильно вставать утром и тому подобное. Если ты этого не знаешь, взялись в интернет, информации много. Взял информацию под себя, ее оформил, снял. Теперь, к чему я это говорю? Я это говорю к тому, что тебе необходимо составить список видео, которые ты можешь или хочешь снять. И по максимуму, по максимуму, снимать это видео в один день. Есть одна распространенная ошибка, почему не получается очень часто у людей выкладывать видео, там, постоянно на YouTube, да. Вот говорится о том, что, чтобы быть узнаваемым, нужно хотя бы, там, минимум, одно-два видео в неделю выкладывать. А ты думаешь, вот я тебе говорю, как мама полутора годового ребенка. Я вот думаю, все, сейчас ребенка дам бабушке и сниму видео. У меня там уже куча тем есть, есть о чем поговорить, у меня там нет уже, да, проблем там с самоорганизацией и все остальное. Только собралась силами, подготовила там, загребла игрушки в сторону, чтобы хоть чуть-чуть антуражик был, да. Так, включаю камеру и тут слышу, мама, у ребенка свои планы. Поэтому тебе необходимо понимать. И это делают все блогеры. Это действительно они делают. Они не снимают спонтанные видео. Это видео, даже если оно выглядит как спонтанное, как будто только вот человек взял, снял, тут же залил на YouTube, нет. Нет, обычно снимается недельный план за один раз. Человек выбирает себе конкретно там 4-5 часов времени, не меньше. И за это вот время снимает там сколько, ну пускай это будет 2 видео в день, 2 видео в неделю, да. Вот ты себе расписал там 2 видео в неделю, я выкладываю. Будешь, поставишь больше, будет круче. Но для начала можно 2 видео в неделю. Ты себе поставил 2 видео в неделю, 4 недели в месяце. То есть тебе надо снять 8 видео. И вот ты смотришь свой списочек. Ага, я сейчас снимаю видео такое-то, такое-то. Снял, отложил, взял другое видео. Снял, отложил. Потом ты можешь уже с этим видео работать. В чем суть? Почему так делают? Почему так правильно? Ты готовишься к этому моменту, к этому моменту того, чтобы снять это видео. Хочешь, чтобы по-разному выглядел, бери разные, бери разную одежду, да. Снял одно видео, переоделся, снял другое видео. Для чего это необходимо? Когда ты уже настроился, да, ты находишься вот в этом состоянии, в этом потоке. Это тихо, кстати, сторона, на всякий случай. Ты находишься вот в этом моменте, и ты занят конкретно тем, что снимаешь. Потом у тебя есть большой объем информации, и ты эту информацию уже можешь обрабатывать, да. Даже если ты в какой-то момент, у тебя какая-то неделя вылетела, у тебя есть готовые заготовки, которые ты взял и выложил. Понимаешь, ценность того, чтобы делать список и снимать за один раз несколько видео. Если понимаешь, ставь плюсик, а то я тебе, по-моему, заговорила, ты уже уснуешь. Ну, не, не усну. Вот, супер, спасибо. Да, я так делала для портфолио на работе. Я тебе хочу сказать, что, в принципе, это относится ко всему. То ли ты создаешь свой бренд, идешь, помнишь, да, для создания своего бренда у тебя должна быть качественная фотография на всех твоих... Это для тех, кто был на моих занятиях, для тех, кто не был, потом найдешь занятие по трафику, там есть, как немножко себя брендировать. И, по-моему, у нас будет по расписанию, я точно не помню, сейчас я расписание тебе не найду. Там есть, будет одна из тем, по-моему, личный бренд, я точно не помню. Если нет, тогда я поставлю его. Ты же каждый раз не будешь фотографировать себя, ты идешь, заказываешь фотосессию, тебе за один раз отснимают весь материал. Потом его приводят в порядок и отдают тебе... О, спасибо, Наташа, большое. Это расписание наших вебинаров. Помнишь, у нас вебинаре, у нас сейчас поменялось расписание. Сейчас, извини, перепрыгнула. У нас поменялось расписание, теперь у нас вебинары проходят два раза в день. В 14.00 и в 19.00 в этой комнате. Школа в субботу. Пока месяц в 12.00, дальше может быть немножко подвижки, поэтому смотри за номером. И в понедельник в 14.00 мы встречаемся с нашими основателями. Поэтому сохрани себе расписание. И там есть расписание по самой школе. По свободному. По поводу этой нашей комнаты. Бывают накладки. Понимаю, сейчас все на стадии разработки. Поэтому будь, пожалуйста, терпелив. Работаем мы на одно общее дело, поэтому будь терпелив. Если вдруг какая-то техническая неполадка, ну, я не думаю, что если ты человека пригласил, и человек хочет идти в бизнес, да, и вот именно попал он на эту техническую неполадку, что он от тебя сбежит. Ну, то есть задай себе вопрос, нужен ли тебе действительно такой человек. Ладно, это лирика и отступление. По технике. Кто-то спрашивал, каким образом склеивать видео. Смотри, как самый, вот самый примитивный вариант, да, самый примитивный, это можно сделать прямо на Ютубе. Ты несколько видео загрузил, и там прямо на Ютубе есть видеоредактор. Это вообще самый примитивный вариант. Камтазия тоже, я ее, ну, честно, вот с Камтазией я не сильно договорилась. Она мне какая-то тяжелая, я ее не сильно понимаю. Я использую программу, учусь использовать программу. Вот, Sony Vegas, да, спасибо, Алис. Sony Vegas. Sony Vegas Pro, ее можно скачать в бесплатном варианте. Понятное дело, что там не будет каких-то, да, вот мне тоже там Камтазия тяжело. Каких-то сверх задач там не будет делать, но я думаю, тебе для того, чтобы вставить картинку в видео или там, ну, слепить видео, да, тебе сильно многое не надо. Поэтому Sony Vegas Pro, в принципе, тебе подойдет. У кого iPhone? У кого iPhone? В iPhone есть... Как она называется в iPhone? Ну, кто мне скажет, сейчас я найду. iMovie есть. Вот в iPhone есть iMovie. Там тоже можно кустарненько, кустарненько, но можно сделать, слепить видео. Есть много программ, много, которые тебе в этом вопросе помогают. Вот как раз записывай себе, вот сейчас ее скидываю, да, вот, кто делится информацией, запиши себе, какие есть, потом разберешься, с какой программой ты сможешь работать. Давай так, задай мне какой-нибудь вопрос, потому что что-то я отвлеклась и ушла куда-то мыслями. Давай, о чем можно, хочешь еще поговорить? Есть ли у тебя желание, о чем-то еще со мной поговорить? Я ничего не слышу. Почему? Может быть, по вот этому. Я просто подвислась от этого вопроса. Задай мне какой-нибудь вопрос. Человек задает вопрос. Я ничего не слышу. Почему? Темы видеороликов. Смотри. Тебе необходимо определиться. Очень тяжело здесь общаться с тобой личностно, потому что не все отображаются имя, да, вот, только логин. Вот, кто написал тему видеороликов, напиши свое имя, чтобы я тебе лично обратилась. Надежда Евдокимова, время видеороликов. Смотри, если это видеоролик, дающий полезность конкретно, да, что ты показываешь человеку, как делать, то, по-моему, максимум 5 минут. Вообще, в принципе, сейчас у человека стало очень короткое восприятие. Очень короткое. Поэтому не стоит делать видео больше 5 минут. Ты можешь делать видео там 20-30 минут, тогда, когда ты раскручен, как человек. Когда ты людям уже интересен, когда люди готовы тебя слушать. Если ты только начинаешь, делай видео не больше 5 минут. Ну, 5 это максимум, да, вот, Людочка пишет 3 минуты, хватит. Юрий, смотри, темы видеороликов. Да, значит, смотри. Поэтому, тема видеороликов. Определись для себя, что тебе интересно, о чем бы ты хотел говорить с людьми. Какую бы информацию ты посчитал нужным от себя, как эксперта, дать людям. В чем ты хорошо разбираешься. Вообще, каждому могу сказать, начинай с того, в чем ты хорошо разбираешься. То есть, ты ни в чем не разбираешься. Начни с приветствия. Вообще, в принципе, это тебе будет задание, задание на дом, скажем так, да, сделать видеовизитку. Я об этом говорю каждый раз. В работе со страхами об этом говорю, в постановке что-то какое-то у меня еще было, занятие еще одно какое-то было. Там я тоже об этом говорю. Начни с самого малого. Сделай видеопередство от себя лично. Привет, я такой-то, такой-то. Меня зовут так-то, так-то. Я там партнер какой-то, такой-то компании. Интересуюсь, занимаюсь тем-то, тем-то, тем-то. Можешь выложить его на суд своих партнеров в команде. Если нет у тебя еще команды, возьми там своего лидера. Обязательно посмотри это видео сам. Это не значит, что тебе надо эту видеовизитку сразу выкидывать в интернет. Тебе она необходима для того, чтобы самому понимать, каким образом ты выглядишь на камере, как ты себя чувствуешь, что необходимо поменять. Вот такой вот момент, ну, как это, личностного роста, скажем так. А по поводу тем, лучше выбирай в самом начале те темы, Юр, в которых ты являешься экспертом, вот скажем так, да, в которых ты разбираешься, чтобы ты в них не плавал, чтобы не было такого, что... Ой, да я сейчас как быстренько как сниму видео, там, например, о том, как приглашать людей, при том, что, да, результатов у самого нет. Понимаешь, что вряд ли это видео возьмет... ну, возьмет человека, потому что твоя внутренняя неуверенность, она просочится. Поэтому сначала начни с того, чтобы снимать те видео, которые будут интересны в первую очередь тебе. Ну, понятно, не надо снимать там рыбалку. Как я ловлю рыбу? Да, включил камеру и снимаешь, как ты ловишь рыбу. Нет, этого делать не надо. Выбери любого лидера, который тебе нравится. Это тебе вот такой момент. Не обязательно в RedEx. Просто вот... Человека, который тебе нравится, ты знаешь, что он снимает видео. Возьми его видео, посмотри. Возьми ту информацию, которую человек говорит, адаптируй под себя, займись, скажем так, рерайтом, да, адаптируй под себя и сними видео. И выдай ту же самую информацию, но по-своему. То, как я сегодня говорила, твой голос важен, твой голос нужен. И необходимо заявлять. Даже если это будет миллион пятьсот двадцать пятое видео на эту тему, но это будет твое. Это будет рассказано тобой по-твоему, с твоими интонациями, с твоей харизмой, с твоим знанием. Это уже будет по-другому не так, как будет. И самое главное, вот вставлю жирную точку в сегодняшней школе, да, самое главное, это понимай, ты ценный и важный человек. Даже если у тебя сейчас нет результата, ты ценный и важный человек. Дай людям возможность эту ценность и важность увидеть. Если ты боишься, а кому это надо, да, ну, там, ну, кто я, да, и тому подобное. Вот пойми, ты важен. Вот повторю еще раз. Когда ты эту ценность поймешь, ты поймешь, для чего необходимо снимать. Ты поймешь, для чего необходимо о себе заявлять. И в итоге начнешь получать от этого массу удовольствия. Юр, задай вопрос по-другому, а то я не могу переключиться. Хорошо, чтобы я понимала. Какие бы я темы давала, если бы начала снимать видеоролики, правильно я понимаю? Ну, смотри, у меня в загашнике лежит список с темами. Одна из тем, которую я очень хочу поднять. В последнее время очень сильно меня напрягает момент таких вот заявлений, не заявлений, да, по поводу того, кто такой вообще в сетевом бизнесе, кто такой спонсор, да, кто такой наставник и что такое команда. Вот мне очень хочется эту тему раскрыть полноценно, потому что у людей есть некая картинка, причем она извращенная и искаженная. Вот это одно из видео, которое я хочу снять, вот если мне дадут. Вот, потом, даже те же видеоролики, которые записаны по моей школе, я могу то же самое, что я давала на школе, снять в более коротком варианте. Вот, если хочешь, потом найдешь на Ютубе, можешь прям на мой канал зайти, на Ютубе, и там найти. Там есть все темы. Вот даже их можешь взять, я разрешаю, потому что это все темы, они классика. Там, их можно обрезать и всунуть в маленький, маленький, пфу. Сделать меньше. Эта тема очень сейчас актуальна, видишь, она, видимо, мы, видимо, на одной волне находимся по поводу этой темы. Ну, вот кто-то будет быстрее меня, потому что я иногда раскачиваю из долга. Ладно, все, мы с тобой заканчиваем. Давай так, если сегодняшнее занятие тебе было полезным и интересным, поставь мне, пожалуйста, десяточку, и я дам тебе домашнее задание. Если ты считаешь, что ты не потерял все время, а получил что-то важное и нужное. Спасибо большое. Я очень люблю такую обратную связь. Спасибо, Алис. Ты же понимаешь, да, я тоже живой человек, мне хочется услышать пахлу. Ла-ла-ла, шучу, шучу. Давай так, домашнее задание. Подожди, сбежала. На каждом моем занятии, те, кто ко мне ходят, уже знают и ждут, на каждом моем занятии я даю домашнее задание. Как оно выглядит? Тебе необходимо посмотреть какой-то фильм, почитать какую-то книгу, да, и, видите, я сейчас расскажу. Фильм, который я сегодня тебе рекомендую посмотреть, он, в принципе, относится к тематике, относится к тем вопросам по поводу страха, неуверенности и, ну, да, перейти вот этот барьер первого, первого снятого видео. Фильм называется «Король говорит». 2010 год, пишу теперь год, когда этот фильм был выпущен. Это, знаешь, как работа над ошибками, потому что иногда фильмы бывают, повторяются, и потом люди не могут найти то, что надо. Фильм называется «Король говорит». Шикарная, шикарная картина, как раз по поводу, как быть на публике и не бояться. Книга Том Питерс написал, называется «Преврати себя в бренд». Сейчас об этом говорится постоянно. Это сейчас новая волна, скажем так, в МЛМ, в сетевом бизнесе. Ну, как новая волна. Это, знаешь как, все новое, хорошо забытое, старое. Спасибо большое. Все, я сейчас покраснеет. Так, ладно, сейчас. Домашнее задание. По поводу бренда, да, это все новое, хорошо забытое, старое. Просто раньше это не рассказывалось всем, да, в сетевом бизнесе, вот есть лидеры, на которых все равняются. А почему так происходит, не задумывается. Вот «Преврати себя в бренд». Это то, что тебе необходимо почитать, книга очень классная, тебе понравится, много возьмешь для себя нужного. По поводу бренда, посмотри, мой тренинг «Трафик» называется, тот, который был в субботной школе. У меня просто их два. Посмотри, тот, который был в субботной школе, там чуть-чуть больше такое углубленное. Скажи мне, пожалуйста, необходимо тебе по поводу создания себя как бренда сделать занятие? Если необходимо, ставь троечку. И я тогда такую поставлю в расписание. Это 40 участников, вот если будет больше 10 троечек, тогда я сделаю. 4, 5, 6, 7, 8. Ну, 7, все. Надежда, класс. Супер. Окей, хорошо, тогда будет одно из занятий, будет по поводу бренда. Ну, это актуально. Следующее занятие, если кто-то открывал, посмотри, пожалуйста, в расписании, какое у нас следующее занятие по нашей школе. Так, и по поводу подарка. Что имеется в виду для тех, кто первый раз? Себя нужно благодарить. Благодарить рекрутеров. Ага, ой, да. Себя необходимо благодарить. Когда ты достигаешь каких-то своих целей, мини-целей, подцелей, глобальных целей, себя любимого нужно благодарить. Себя нужно баловать, хвалить и тому подобное. Поэтому, смотри, если мы берем сегодняшнюю конкретно тему по поводу видеоприветствия, если ты выполнишь задание снять видеовизитку, ты никогда этого не делал, поделишься ею с кем-то, да, разберешь, что тебе необходимо поменять в этом деле, то вот ты ее снял, сделай себе подарок. Что имеется в виду под подарком? Это не обязательно что-то материальное, тебе не обязательно себе что-то покупать. Те, кто ходят на мои школы, знают, это очень я люблю. Для меня, как для мамы полуторагодовалой доти, шикарный подарок – это поспать лишний часик утром. Особенно сейчас она начала поспаться очень рано. Я вообще сова по характеру, поэтому для меня это просто подарок. Вот такой вот. Для кого-то подарок – это сходить в кофе, для кого-то подарок – поехать куда-то погулять. Для кого-то материальный подарок – это купить себе что-то любимому, что-то давно планировалось, все никак. Знаешь, как на себя всегда денег жалко. Вот теперь ставь себе прям цель и что-то за эту цель себе подаришь. Практикуй себя любить. Для тех, кто не первый раз на моем занятии, помнишь, да, мы делаем подарок себе и расширяем свое пространство, расширяем свои возможности, делаем подарок еще кому-то. Хорошо. Все. Спасибо тебе большое. Спасибо за то, что ты сегодня пришел, за то, что ты так замечательно работаешь, за то, что ты активный. Я очень люблю с тобой работать. Я жду тебя на следующие занятия. Приходи сам, приводи других. Еще раз тебе говорю спасибо. До новых встреч. И, как говорят у нас на Украине, целую, люблю, бывайка. Все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok